В общем, всем еще раз привет. Меня зовут Леша Карпов. Я приехал из Китая. Почему меня сюда позвали? Я думаю, что самое важное. Потому что я как бы ни с того ни с сего уехал в Китай изучать боевое искусство в Шаолинь. Остался там на несколько лет. До сегодняшнего дня это уже, можно сказать, четыре года там занимаюсь. И кульминационная точка была, как я понимаю, совсем недавно вышло видео, которое за несколько недель собрало больше трех миллионов просмотров на ровном месте, на непопулярном YouTube-канале со мной вообще неизвестным человеком, потому что говорил какие-то вещи, которые тронули людей. И такая пошла волна, как много вопросов ко мне и интерес. И мне очень жутко это приятно. И самое главное, что очень мне важно как человеку делиться. Мне очень нравится, что я могу чем-то помочь. Наверное, поэтому меня сюда позвали, чтобы я от первого лица рассказал свою историю. Почему же я уехал? Что я там искал? Что я нашел? И, наверное, еще уже будут ваши вопросы далее. Вот. Поправьте меня, если это так или не так. Я узнаю, что в среде дизайнеров вы говорите, что дизайн нужно проверять в среде. То есть его сделал, это не хватает. Нужно как бы вставить его там, где он будет использоваться и потом проверять. Это так или нет? Есть такое, да? Вот. Так вот, чтобы понять всю мою историю о том, что произошло, вот, я хочу дать вам немножко контекста, рассказать немножко про себя до того момента, как я уехал, чтобы понимали, какая была у меня жизнь. То есть непонятно же, да, там она успешна, неуспешна, я был добрый или злой, были друзья или не были. Вот. Чтобы как-то можно было более-менее примерить. Все же примеры к себе. Вот. Чтобы вы могли каждому примерить к себе, я расскажу немножко подробнее про себя. Итак, первая глава про себя называется. Кстати, вот я буду вас знакомить с числовыми иероглифами, это цифра 1 означает. В общем, я был обычный парень, вот, значит, я живу в общежитии, жизнерадостный, умею кривляться, не стесняясь аудитории. Вот. В университете играл, был диджеем, играл на вечеринках. Вот. В общем, обычная незатейливая жизнь. После, на пятом, я закончил университет кино и телевидения по специальности видеомонтажер. То есть я инженер и специальность видеомонтажер. Вот. И какое-то время я снимал видео, монтировал их. Вот. Основная моя работа была после выпуска, я работал в НИИ телевидения, Научно-исследовательский институт телевидения. Вот. Называется, как это? Отдел маркетинга, внешней связи маркетинга. Вот. Вот так. И работа была такая. Если видите, это Live News на улице Правда у вас в Москве. А, я сам питерский. Самое же главное. Потому что здесь же разных городов, да? Я же из Питера. Вот. Я же питерский. Я же с Булкой приехал. Или с Батоном, я путаю. С чем там. Ну, неважно. Вот. И работа была вроде такая интересная. Я молодой и ходил все время в костюме и общался с высокопоставленными людьми. Мы ездили по выставкам, конференциям с выступлениями. Я представлял компанию. Представлял. Мне было сколько? 21 год. Я уже представлял ее от лица большой компании перед мэрией, В общем, перед чиновниками. Да. И вот справа внизу, это так вот выглядели мои коллеги. Чтобы вы понимали, да? То есть мне 20, 21, 22. Вот. Это мои коллеги. Им там за 67. Вот. Но за тот период времени я очень хорошо прошел такую, знаете, ну, как это, old school, да? Школу выживания. Вот все люди там были, все поголовные. Это те, кто выросли в Советском Союзе. И вот дело производства, как оно тогда было, да? Это не телевидение. То есть это военная оборонка, там, там, секретные грифы, что-то еще. И в общем, это все там так сложно. И поэтому ничего не двигается. То есть там, ну, специфическая ситуация. Что на самом деле мне дало понять, что, ну, мне тут не очень-то место. Вот. Ну, вот я на работе уже, как бы там, да, молодой и хожу, представляя нашу компанию. Вот на день рождения банка, например, было. Я выступал, поздравлял там какой-то банк. То есть можете понимать, что работа, в принципе, нормальная. Как бы кому-то нравится, кому-то нет. Обычно такую работу не жалуются. Вторая часть – это про мое решение. Как я шел к этому решению, чтобы куда-то поехать, да, и почему. Чтобы принять решение, нужно понимать, что есть семья, есть друзья, да, что есть что-то, от чего меня, как бы, отрывают. То есть многие люди говорят, как вот ты уехал, у тебя жизнь какие-то, ну, я называю это социальные якоря. Как ты мог уехать куда-то, если там есть то-то, 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 то-то. Вот. У меня были хорошие друзья, они сейчас есть. Вот вы можете их видеть. Вот, друзья, вот мы с ними здесь, скажем, 15 лет назад, там, или даже больше. Вот. Здесь это буквально там 3-4 года назад. Вот справа первая – это я, а вторая – это моя мама. Вот. Ей там почти 50 лет. Так, чтобы вы понимали. А я папа, чтобы вы понимали сразу. А вот мой папа сидит в первом ряду, да. Его зовут Игорь. Да. Вот мои друзья из университета. Ну, хорошая компания, все, мы все… То есть мне было от чего уезжать, да, я вот что хочу сказать. О, это случайно оставил картинку. Это, значит, моя мама слева и справа мой дедушка, то есть мамин отец. По нему видно, что он… какие-то корни китайские, азиатские, да. Вот по его, по лицу видно. Вот. Это было такой отправной точкой. Я всегда видел, что мой дедушка не чистокровный русский, да, что-то в нем есть не то. Вот. Я всегда знал, что это корни китайские, всегда знал всю жизнь, да. Но почему-то в 2014 году, там сколько мне лет, 20 с небольшим там опять, да, в мой день рождения я приехал домой и к маме, и мы втроем за обычным семейным столом общались. И как-то зашел разговор про семью. И очередной раз я услышал историю, в которой моего прадедушку, то есть отца моего дедушки, который стопроцентный чистокровный китаец, его репрессировали. Вот там в восемнадцатом, двадцатом каком-то году. Репрессировали, приговорили в высшей мере наказания. И тогда мой дедушка в то время, он еще даже был не рожден, он только был вот, как называется, культурно, в зачаточном состоянии, да. Вот. Он никогда не видел своего отца. И когда он мне это все рассказывал, и вообще историю про своего прадедушку я в большей степени узнал от мамы, не отца, не от дедушки. Вот. Потому что мама сказала, что мой дедушка не любит историю про свою семью, я не знаю почему. И меня просто как-то вот осенило, облило водой или как-то еще. Я почувствовал, что тот самый момент, когда если я ничего не сделаю, то мое поколение уже забудет про мои корни вот с китайской стороны. А там наверняка много кого, много чего интересного. Вот. И меня как-то, не знаю, как дернул за ниточку, что мне нужно исследовать свои корни. Вот я не знаю почему, вот оно вот такое со мной произошло. И за тем же самым столом я просто пошел гуглить и просто гуглю про Китай. То есть на тот момент я про Китай не знал ничего, кроме того, что моего дедушку репрессировали. Я нашел запись в мортирологе, как его зовут, в каком году. Вот. На сегодняшний день, вернее на день моего отъезда, это вот моя семья была в полном составе. Это, да, самая ближняя кровь. Мама, папа, дедушка и я. Вот. Дедушке не стало два года назад. Вот. Поэтому по китайской крови все, кто остался, самый ближний из китайской крови связан, это я. Вот. Чтобы найти какие-то документы из архива репрессированных, мне нужно доказать, что я его прямой родственник, что у меня есть запись в каком-либо документе. Например, если бы у дедушки было свидетельство о рождении с записью фамилии, имя отчества его отца, это бы подошло. Но даже у моего дедушки никаких записей о родстве нет. То есть у меня и в помине. Поэтому идти каким-то простым путем, постучаться в окошко, попросить дело из архива, мне не представилось возможным. Поэтому я пошел длинным путем, просто поехал в Китай без всяких корней, ярлычков, просто вот, не знаю, что-то исследовать. Так, а другая сторона. Вот. Это мои хобби. Перед тем, как уехать, я занимался, если может кто знает, у Оли Марки из Секта Скул. Здоровый образ жизни, там, правильно кушаем, занимаемся спортом. Кто-нибудь слышал? Да? А тут кто-нибудь? Да? Что-то неактивно киваете. Вы не знаете, что это. Ну, в общем, мы занимались спортом, и у них там фишка такая, что дойди до какого-то результата за 9 дней, сделаю свою фотку до и делай после. Вот я тоже такую фотку сделал, вот, и очень-очень быстро там стал куратором, и это был какой-то, вот как метаморфоз, да, был переходной процесс между одной работой, в ней телевидение, к работе, которой я еще не знал, что это будет, ну, переезд к Китаю. Вот, тогда я увлекся вот просто спортом. Хотя спорт в моей жизни был всегда, я занимался всем дворовым, ничем не профессиональным, всем дворовым. Вот, а справа фотка, это мое второе хобби было, мне нравятся компьютеры, технологии, ну, красивые, можно сказать, дизайн, но я никогда дизайнером не был. Вот, но мне нравилось про проектирование, интерфейсы, вот, взаимодействие человека с компьютером, и я ходил на всякие доклады, участвовал как спикер, слушал людей про интерфейсы, всякое такое, участвовал в саммитах. Это было мое хобби, мне просто нравилось, я не знал, почему я делаю, ну, вот, я ходил. Вот, и на мой 22-й день рождения, или 23-й, я нашел, загуглил школу мастера Шиенбина в Москве и просто поехал на водный курс на две недели. Вот, это слева я только приехал, я еще не зашел туда ни разу, это вот человек, который ничего не знал про Китай, я знал только иероглифы, вот, я их увидел, с ними сфоткался. Вот, ничего не знал про Китай, вообще ничего, ну, я знал только, ладно, я знал, что в Китае есть кунг-фу и чай, все, что я знал, я думаю, что вы знаете то же самое сейчас. Кстати, есть кто-нибудь, кто знает про Китай чуть больше, чем, кто не знает, как привет сказать по-китайски? Нихао. Нихао. О, уже круто. Вот, справа крутой мастер Шиенбин, он настолько крутой, что до сих пор я до него не дорос, вот, вот такой он крутой. Вот, в принципе, вся моя жизнь, вот первый сайт, который я сделал, вот, это мой сайт, и на нем есть вот такая картинка, вот, постарался передать, вот, какую-то часть моей жизни на одной странице. Следующая часть, цифра 3, да, вы поняли? Раз, два, три. Следующая часть очень интересная, это я переместился в Китай, я попал в Китай первый раз, первый раз в жизни увидел, вот, представляете, приземляется самолет, и первый раз вижу вот вывески на иероглифах, все на китайском, реально нету ни английских, ни русских, ничего нет, ни кириллицы, вообще ничего нет. То есть я вижу это первый раз, и для меня, на меня это производит неизгладимое впечатление, и очень, не знаю, я когда это смотрел, у меня было так, вот так вот, как вот воздуха не хватает, то есть было что-то неописуемое словами. Вот, и спустя первые две недели, а, я поехал вот с этой школой Шианбина на две недели тренироваться в Шаолине, мы благополучно тренировались, там у нас ждет автобус в аэропорт, а я всем говорю, что я никуда не еду, вот, ну, вернее, за день до я сказал, что я никуда не еду, у меня есть еще виза, я остаюсь здесь, вот, буду ловить кайф в горах, а вы езжайте, вот, я сказал так. В общем, у меня была своя палатка, ну, и все, и у меня было просто желание, наверное, больше как ощущение, что мне нужно остаться, я не знал зачем, я не знал, что я встречу, вот, ну, для меня окей, когда я не знаю, что будет завтра, вот, я понимаю, что в нашем мире это сложно, но вот для меня это было, может быть, тогда это было нормально, вот, это вот ключевой момент, прям, если кто записывает, вы запишите, что вот, как это жить не планируя, вот, я позже пояснил, вот, и я хочу прочитать, чтобы вам дать сегодня что-нибудь особенное, вам, зрителям и там, телезрителям, ведь я эту историю рассказывал уже несколько раз, да, но у нас же особенное место, я подумал, что же могу сделать особенное, и сегодня есть уникальная возможность, вот, видите, там слова записаны в дневнике, это мой дневник, там, это бутылка с водой, кстати, за этой водой я ходил тоже 900 метров в гору, там, с бутылками спускался весь потный, вот, но это за кадром останется, я здесь пишу записи какие-то в дневнике, вот, и я их перепечатал на компьютер, и я хочу вам их прочитать, и с сохранением всей пунктуации и ошибок, вам интересно это было бы услышать? Да, вот, я тут тоже слышу, да, 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 и так, это, значит, получается 2015 год, написано, 31 июля, опс, вот, сегодня Рус встретил, Рус – это женщина, которая мне помогала, заботящаяся обо мне канадку китайского происхождения, она поинтересовалась, как у меня проходят поиски места обучения, она рассказала, как сама познакомилась с мастером, что он дал ей номер телефона некой Линды, это не жена Брюсселя, как выяснилось позже, которая может устроить школу, Линда оказала сотрудницей отдела по работе с такими, как я, в школе Тогоу, и объявила стоимость 2600 юаней за месяц, без еды, только жить и тренироваться, а поскольку это все деньги, что у меня есть, не считая отложенных на обратную дорогу, мне такой вариант подходит с натяжкой, разве что еда откуда-то возьмется сама, чего, в принципе, я уже не исключаю в Шаолине. После длительной беседы цена осталась без изменений, я вроде бы уже согласился, но внутри что-то не дало мне покоя. Вторая встреча с моей дорогой Рут была немного странной. Оказалось, что вещи, провизии от ребят, хранятся в корпусе и даже напротив ее дверей, и вот очередной раз она сетует по мою душу, звонит тому шифру и минут 15 объясняет, что мне нужен вариант, но ниже. Разумеется, что разговор на китайском, поэтому я не знаю, что она говорила точно. Мне показалось, что пора ей рассказать немного больше о себе, поэтому, когда она положила трубку, с трубку слова лились уже из моих уст. Практически весь день, что я делал, так это разбирал ту самую провизию. Тяжелый пакет, только аптечка. Вкусняшки попробовал, здесь перерыв с какао и сухим молоком. Отлучился к стирке. Между этим зашел в школу, где жил первые недели, и в кафе к этой странной семейке, которая мне очень нравится. Фэй-фэй мне стал улыбаться, оставил им переподарочки. Не понимаю, куда идти утром. Еще палатку собирать, когда в сумку она должна первой зайти. У всех свои проблемы, а мне бы больше воздуха в палатку и выспаться к пяти утра. Вот такая зарисовка. Тогда было плюс 35, что-то типа того. И там в горах собирались тучи наверху, и был такой сильный-сильный душман. И это уже вечер, как вы видите, темно. И было очень духотно. То есть я даже открывал, закрываешь палатку, закрыта как вообще. И я только вышел из душа, а там душ я ходил, как сказать, закрытое место, что ли, я не знаю, нашел, где дверь открыта. Просто приходил, мылся пока нет, убегал. И пока доходил до палатки, я вновь был опять мокрый и просто лежал, сам себя не касался, чтобы было приятно. И, в общем, первые две недели в Шаолине были как трансформация для меня, для меня самого. И китайцы спрашивают, не Тайчунго, не Иси Гуалама. Это как бы, ну ты уже привык к Китаю, как ты себя ощущаешь? Потому что китайцы все знают, что иностранцам непривычно. И с первых двух недель, после первых двух недель у меня не было вопросов, что можно ли так есть эту еду или не можно так есть, вкусно, невкусно. У меня просто была еда, я ее ел. Тот способ, как они ходят в туалет, я к нему долго привыкал, но в этом тоже никакой нет проблемы. То есть ничто для меня не было чем-то таким, о чем можно вспомнить, как, о нет, лучше бы я туда не ездил. Такого со мной не произошло. Следующая часть. Кстати, любопытно, что вы здесь видите? Пи. Хорошо, еще есть варианты? Д. Какую Д? Русскую? Я вот увидел здесь рожу человечка, два глаза, рот и, в принципе, лицо. На самом деле это цифра 4, если мы говорим про иероглифы. А сейчас у меня есть следующая четвертая часть, называется про практику кунг-фу. Как она проходит? То есть я закончил партию про себя, самую неинтересную, ну и такую, которую нельзя не рассказать. Поэтому сейчас начинается самое интересное видео, которое я снимал, которым я хочу поделиться. Первое видео, это ребята, все тинейджеры, это у нас пауза, это у нас не тренировка. Между… А здесь ничего не видно? О. Ребята практикуют стили разных животных. Что самое для меня интересное, что они… То есть у них перерыв сейчас, у них не тренировка, а они все равно, понимаете, делают то, что есть кунг-фу. Вот для меня это произвело большое впечатление, потому что мне казалось, что… Ну они и так 8 часов тренируются, но даже в отдых они все равно тренируются. Про возраст понятен, там тинейджеры от… Ну конкретно на видео вот всякие разные, да, но в целом в школе ШИФ уберет от 6 лет и до… Ну и разных там уже в зависимости от ситуации. То есть 6… Есть еще мальчик один всего лишь, совсем маленький, в 4 года его привели, но там из-за родителей, потому что некому ухаживать, и его старшая сестра тоже в этой школе, то есть это было исключение. Вот так обычно 6 только дети. Вот, это ночная тренировка. То есть это то, как происходит по-настоящему. То, что вы видите на экране, когда они все в красивых костюмах, только медитируют, медитируют там, где все идеально, одни цветочки, деревья, да, а тут вот как бы они одеты абы как, ночью кричат, тренируются. Следующее видео с тренировки. Смотрите на его лицо. То есть этот мальчик, он уже давно не хочет тренироваться, он уже устал, да, но он все равно тренируется. Он пока что не знает почему. Вот, но на самом деле потом он скажет Шифу спасибо. Потом он знает, как это использовать, он просто берет и делает. То есть вот оно как кунг-фу. Он, когда маленький, ничего не знает, ничего не понимает. Ему говорят делать, он не хочет, но опустив руки все равно делает. Вот, потом получает результат. Как результат, также, например, кунг-фу шоу, это выступление. Это прямо у нас в школе, ребята, это 3-4 года учатся. Это даже не старшие ученики. То есть меня часто спрашивают, какое применение, зачем они занимаются, китайцы, зачем они занимаются боевыми искусствами. У китайцев очень распространено такое явление, как кунг-фу, называется, ну, Шифу все время говорит кунг-фу шоу, как перформанс, как представление. У нас такого нету вообще. Единственное, что я вам говорю, кунг-фу представление, вы представляете себе сцену небольшую, там выходят люди один за одним и что-то показывают. Это один из вариантов, причем немногих. Основной вариант представления кунг-фу, это когда на открытой площадке есть декорации, там замок, там куча лошадей, там сотни людей запрягаются на лошадях. И это называется как правильно, не знаю, тетрализованное представление, наверное, да? Там большая поляна, несколько гектаров, они возводят как бы, как это называется, восстановление боев. Да, у нас тоже такое есть, как вот. Да, вот такое. И у них этого очень много. И люди ходят, смотрят, и люди нужны. Вот. То есть у нас такого, ну, Сергей Николаевич, у меня вот не на слуху, я знаю только одну ротоборца, вот они есть, вот больше никого не знаю. Вот. Вот зачем это у китайцев может быть. Ну и также там в съемке в фильмах, понятно, там каскадеры, там телохранители, еще что-нибудь и другое прочее. Вот. Это уже, значит, первое видео мы увидели, мальчик делал нехотя, это ему там примерно 6 лет. Потом мы увидели мальчик, который уже быстро прыгал, он тинейджер, ему там, ну, тогда это было 2 года назад, наверное, ему 13-14 лет, вот. А это мальчик, ему здесь сейчас будет 2, 1 и 2, первому 20 с небольшим, второму чуть-чуть больше, там, 24-25, то есть уже, уже ребята постарше, вот. И это место уже называется, это прямо в Шаолине, тренировочная комната для тех, кто, для Леусенов, для боевых монахов, да. Ребята-иностранцы, которые приезжают тренироваться в Шаолине, тоже тренируются здесь, вот. Ну, больше, в принципе, эта комната, чем не примечательная, а примечательная тем, что там происходит. Небольшой монтаж, не мной сделан. Субтитры создавал DimaTorzok Последнее видео. Последнее, последнее видео, это прямо перед входом на территорию Шаолинского монастыря, в Шаолине, да. Вот, ребята показывают, демонстрируют, завлекают людей на приближающиеся кунг-фу-шоу. Вот, на самом деле, я сейчас открою еще один секрет небольшой, вот, не знаю, интересен вам он или нет, но все думают, что каждый человек, который одевает серую-серую костюм, серую мантию, форму, не знаю, одежду, как хочет так и назови, то-то-то монах. Вот, на самом деле это не так. И точно так же, как и, если я скажу, что все, кто в гражданском, это тоже кто-нибудь, да. Сейчас неправильный пример привел. Вы понимаете, да, я имел в виду, что монах может быть и в гражданском, так же, как и полицейский, и пассажир, да, да, спортивный костюм тоже может быть. Вот, обычно костюм одевается как для представления, для красоты, вот, ну и так же не исключено, что если идет в форме, вернее, в серой ифу, да, это может быть и монах. Вот, но это не обязательно, это нужно очень важно знать и понимать. Вот, эти ребята, просто они тоже из какой-то школы тренируются, их мастер договорился с заставителем монастыря, что вот в этом месте они будут показывать представление, вот, они показывают. Раньше, до марта этого года, в Дэнфэне, Дэнфэн, так называется город, в котором находится монастырь Шаолинь, в нем проживало примерно, ну, по последним данным, более 600 человек проживало. Из них почти 200 тысяч, 600 тысяч, амин, да, проживало, из них 200, почти, почти 200 тысяч, это люди, которые практикуют боевое искусство, то есть треть города. То есть, может, чуть меньше 200, там, 150, там, с чем-то и так далее. Вот, то есть, ну, понимаете, да, это, ну, это вообще в голове трудно представить. Город боевых искусств. Вот, поэтому, конечно, конечно, все не учатся, не живут в монастыре, и все они не монахи, вот, все они просто практикуются боевым искусством. Вот, а те, кто на самом деле монахи, чаще всего они мало практикуют боевое искусство. Вот, сегодня, потому что есть специальные, специальные образовательные учреждения, где тренируют, тренируют боевым искусством, да, шавлинским боевым искусством. Там, если, по ходу, у вас есть вопросы, можете по ходу задавать, я окей. А ты сейчас монах? Нет. А зачем они падают на спину? Падают на спину, это тренировка, закалка духа, тренировка, чтобы не падать больно на спину. А если тело летит уже вниз, падает, то, чтобы тело умело в воздухе скрупироваться, чтобы пасть не больно. Массовые драки бывают? Вот, бывали до предыдущего монастоятеля, там, где-то 15 лет назад, драки были, и много, потому что вы поняли, да, что ребят, ну, практикующих очень много, и есть задиристые, и всякое такое. И есть большие школы, например, есть, вот, я в своем дневнике упомянул школу Тогоу, в ней обучается только в одной школе, в одной школе, вот, может, кто-нибудь видел видеоролик, где много людей практикуются кунг-фу, такие все в красном, вот, это школа Тогоу, только в этой школе больше 60 тысяч учеников в одной школе. Таких школ, у которых десятки тысяч всего две или три, остальные меньше тысячи. Вот, и с марта этого года, ну, это вам неинтересно, вот. Вот еще был вопрос. Про разные выходные, так сказать. Да, да, вот разные выходные, точно, хорошие, чтобы каким-то образом, как сказать, ну, сдвинуть, да, чтобы людей не было всех в один день много, выходные у больших школ, которых тысячи учеников, у них выходные не в субботу, воскресенье, а в другие дни на буднях, чтобы они не выходили, ребята все в один день в город и не было стычек, вот. А вообще 10-15 лет назад стычки были и большие, и, и там, ну, прям, ну, было все, ну, было прям, как, ну, как оно бывает, как, что мы можем представить, ну, бывало такое, вот, но не так много. И вообще, в целом, если говорить про безопасность Китая, там гораздо себя чувствуешь безопаснее и в Дэнфене, и сейчас тоже. Вот, поэтому это любопытно знать, как факт, но на самом деле уже этого нет. Следующая история про, а, история про мифы и легенды. Я хотел спросить у вас, вот, ну, есть много историй, да, то, что мы знаем, слышали и не знаем, правда, ну, или нет. И у вас есть уникальная возможность сегодня задать вопрос, вот, а я вам отвечу и скажу, да, прошу, Линь. Да, 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 реально было, и причем вот история, когда все разделено, она более натуральна, чем то, что мы видим сейчас. Потому что сейчас, когда Шаолинь, он собрал все в себе внутри, только лишь потому, что у него была библиотека, и люди приезжали туда, и сидели, те, кто умели писать иероглифы, они записывали движения. Просто так получилось, что в Шаолине все это собралось. На самом деле, все школы были, они разделены. И сейчас, не знаю, есть ли кто практикует какие-то боевые искусства здесь? Нету? Что-нибудь никогда? В общем, в китайских боевых искусствах, конкретно в шаолиньском стиле, а там они не практикуют, как драться, они практикуют так называемые таулу. Это череда движений, как блок удар, да, там, может быть, она длится от пяти движений до много движений. Вот, одно таулу, и одно таулу, оно, можно его назвать, таулу стиля, там, тигра, обезьяны, пьяного мастера и прочее. Раньше одно таулу, мой шифр так говорит, одно таулу, одна жизнь. То есть не было такого уже, сколько ты таулу знаешь. А сегодня мы приходим там в питерскую, в московскую школу, ой, я там знаю, там, 10 таулу, а ты сколько знаешь таулу? Знаешь это в смысле, ты можешь повторить, но на самом деле нифига ты не знаешь. Потому что одно таулу даже пяти лет не хватит, чтобы выучить. А ребята там за три месяца тянутся выучить по количеству, да. Помните эту фразу Брюшли говорил, что ботизь того человека, который знает один удар, да, в совершенстве практиковал тысячу раз, чем тысячу ударов, разных ударов по одному разу. Помните такую фразу? Вот это о том же самом. Поэтому истории разные школы делились, да, так и было. Был один мастер, он знает одно таулу, оно как-то называется, причем не только из животных, оно может просто там сяохун, там танлан, еще какие-то танлан тоже животные. Смысл в том, что делились, да, еще очень как. И если вам интересно, есть мое мнение, да, кстати, я вначале сам не сказал, нужно там, если можно, поставить знак, показательный в тайминге. Все, что я говорю про Китай, это все мое мнение, это все мои наблюдения. То есть, когда я говорю, вы знаете, а в Китае они там все что-то, это я имею в виду, что, а я видел, что в Китае вот то-то, понимаете, да. То есть, это очень большая разница, потому что там живет полтора миллиарда людей, это очень много. Вот, а чтобы вы понимали, китайцы меня спрашивают, а в России там едят лапшу? То есть, понимаете, они думают, что они настолько другие, что у нас типа даже лапши нет. Вот, ну или нас тут живет 10 человек, одна семья, да, и у нас в этой семье не принято есть лапши. Я не знаю, о чем они думают, вот, я говорю, что да, есть. Вот, короче говоря, то, что я говорю про Китай, все личное мое мнение. Так вот, расскажу свое мнение про Шаолинь, про деление школ, я уже сказал. Почему так получилось, что мы говорим именно про Шаолинь, почему не говорим про другой монастырь буддийский, почему именно он? Вот, я много слышал разных историй от разных мастеров, и каким-то образом я в своей голове это сложил во что-то, какую-то формулу. Вот, сейчас хочу с ней поделиться. Провинция Хэнань, она находится в центре Китая. Город Дэнфэн находится в центре этой провинции. Да, в центре этой провинции. То есть это та точка, в которой, ну, мы помним, да, что там 100 лет назад не было, ну, чуть больше 100 лет назад не было, особенно транспорта, не было связи, да, и люди просто катались на повозках много-много лет. Вот, поэтому, чтобы привести провизию из севера на юг, не нужно было на самом деле ехать всю дорогу с севера на юг, достаточно было проехать с севера до середины, обменяться товаром и ехать домой. Вот, так вот, поэтому центр провинции Хэнань и на сегодняшний день считается торговой провинцией. Она самая густонаселенная, и говорят, что хэнаньцы, они умеют говорить на всех диалектах. Вот, на самом деле это немножко не так, но суть не в этом. Вот, и я так думаю, что боевые искусства оказались именно там, потому что в этом монастыре люди умели писать, у них была библиотека, они собирали эти знания, и в том числе эти самые отшельники или охранники или охотники, которые тем или иным образом были связаны с караванами, да, провизии, продовольствия. В какой-то момент, я думаю, что они уставали от этой жизни, но они, понятно, чтобы мастера боевых искусств, да, потому что их задача охранять, либо с одной, с другой стороны, либо отнимать, да, провизию. Вот, им просто надоедало там убивать людей, и они решили раскаяться и шли в монастырь. При ближайшем монастырь, который к ним был, это был именно шаолинь. Они приходили туда, оседали, и просто когда практиковали, кто-нибудь там сбоку записывал движение, вот там что-нибудь спрашивал. Я думаю, что это вот основная причина, почему все комплексы, почему все разные звери, почему много-много разных стилей собралось именно в одном месте. Вот, это лично мое мнение. Вот, там еще есть слайдик. Тем временем нет вопросов? У меня, правда, за ранние извинения я опоздал, вы, может быть, уже отвечали, но вот вы рассказываете про монастыри, про монахов, насколько религия плетена в быт. Это достаточно сложный вопрос для меня, потому что я до сих пор не могу ответить на него фактами. Я могу ответить только своим наблюдением, да, то есть то, что я сейчас скажу, это будет больше мое ощущение, потому что большая часть своей жизни, прожитую в Китае, я не умел разговаривать на китайском языке. Более того, тот мой уровень, на котором я говорю сейчас, я думаю, что я до сих пор не умею на нем разговаривать, потому что говоря о буддизме на китайском языке, ну это вообще как бы другой уровень. Вот. В целом, если сухо сказать, то буддизм, он вообще внутри всех людей. То есть буддизм, он не что-то отдельное, как у нас, например, есть люди, а есть церковь, да. У них буддизм, он как часть жизни, они, не нужно быть буддизма, что уходить в храм и так далее, да. Они, у них есть, ну, например, говорю конкретно про нас, когда говорю они, я имею в виду, что у нас, да. А у нас есть алтарь в школе, то есть Шифу, его жена, они молятся, когда приходит какой-то праздник, например, на праздник покупают на всех яблоки, яблоки ставят возле алтаря, мы все подходим, мы кланяемся, раздают всем яблоки, по очереди проходим, дают яблоки, то есть как бы яблоки от алтаря, да. То есть, отвечая с ухо, я скажу, что он интегрирован, он в смысле буддизм, интегрирован в жизнь китайцев, вот, но я только говорю за то место, где я живу, не могу сказать за весь Китай, я, мое мнение, что он интегрирован в всем Китае, вот, но если китаисты меня смотрят, я не хочу, чтобы они там на меня злились, вот, поэтому я учитываю все мнения, вот, вопрос хороший, про него не спрашивал, не задавал. А, ну, наверное, я понял, почему вы спрашиваете, задаете такой вопрос, потому что боевое искусство и буддизм, да, как они вместе дружат. Ну, буддизм — это как не убей, а боевое искусство — это как бы убей, да, вот, и как они вместе, поэтому, наверное, поэтому шаолинские боевые искусства, они не о том, чтобы причинить вред. Нет, практика, процесс практики, он всегда не то, что даже выстроен, просто никакого не то спарринга вообще, то есть практика, практикуешься сам собой с движениями, исследуешь себя, исследуешь свое тело через движения, похожие на удары, вот, я так отвечу. Вот, сейчас я хочу перейти вот к этой части, когда я буду говорить про движение, и что можно еще взять из шаолинского кунг-фу, с другой стороны, да, есть одна сторона как боевое искусство, а есть как сторона философия, что можно с той стороны взять, я об этом скажу, но сейчас хочу, я в прошлый раз, когда читал, не очень нудно было, нормально? Нудновато? Нудновато, да? Смотрите, сейчас есть 10 заповедей, я прочту одну, а потом спрошу, прочитать ли вторую, окей? Хорошо? Не, ну я просто хочу, чтобы всем было интересно, на самом деле заповеди очень интересные, их перевел Александр Маслов, вот, известный китаист, вот, он в 90-е годы жил в Шаолине, вот, и он перевел 10 заповедей шаолинского монаха. Итак, первая заповедь. Основная цель того, кто изучает нашу технику, заключается в том, чтобы укреплять тело и дух. Учащийся обязан заниматься с рассвета до заката и не должен прекращать занятия, когда ему вздумается. Интересно, читай вторую, да? Читать? Окей, вторая, вторая заповедь. Совершенствующийся в боевом ремесле делает это лишь ради самозащиты, укрепляя собственную кровь и циркуляцию ци, воспитывает в себе смелость и отвагу в бою. Тот, кто нарушает этот принцип, совершает то же преступление, что и нарушающие буддийские предписания. Вы записываете? Ежедневно общаясь с наставником, необходимо быть предельно уважительным к нему. Нельзя совершать поступки, в которых сквозит заносчивость и пренебрежение. В отношении собратьев следует вести себя мягко и обходительно, быть искренним и не допускать обмана. Нельзя, бравируя силой, обижать славого. Если во время странствия встретишь мирянина, главное, что при этом необходимо, терпеливо, снисходя к низшему, стараться спасти его. Нельзя необдуманно демонстрировать свое умение. Каждый, кто познал методы шалинских учителей, не должен пускать в ход силу для выяснения отношений. Если странник, принадлежащий к той же школе или к другой, он должен оказывать друг другу помощь, выражая дружеские чувства к товарищу по учению. Следующее интересное. Не следует необдуманно обучать технике последователей мирян, дабы избежать вреда, который может принести это обучение в мир, нарушение основных принципов буддизма. Если же ты твердо уверен, что природа и характер человека чисты и беспорочны, а в учении он не дерзок и не бесчеловечен, то можно начинать передачу ему патры и рясы, то есть мецедоучения. Но если он впадет в грех и увлечется вином и развратом, то надо взять клятву с этого человека, дабы впредь он соблюдал правила приличия. Нельзя, однажды добившись от него энтузиазма в обучении, однажды добившись от него энтузиазма в обучении, сразу же поверить, что это на всю жизнь. Таков первостепенный и наиважнейший принцип нашей школы. Ни в коем случае им нельзя пренебрегать. И последнее. Остерегайся духа соперничества. Избегай также привычки к самовосхвалению. Этим ты убиваешь сам себя, к тому же отравляешь и других, даже неизвестно скольких. Жизненным принципом таких людей, практикующих боевое искусство, является либо бахвальство своим умением, либо жажда обогащения. Поэтому все это лишь пена, выходящая за пределы оснований ушу. Такие люди являются отбросами чайнской школы, перенесшему позор в этот мир через короткое время воздается смертью. Как и всем, в принципе. Разве в этом смысл искусства, созданного первоучителем? Все. Интересная штука про... А кто был первым учителем? Подчеркнул. Первым учителем был Домо, Бодхидхарма. Он в тысячи... Не, не тысяча... Тысяча триста лет назад, по-моему, это было. Или в трехсотом году, или в семьсот, я путаю. Либо 1300, либо 1500 лет назад. Он пришел вот в окрестностях Шаолиния, посмотрел, что монахов... Что хорошее место здесь можно сесть. А, Домо пришел из Индии. Вот что очень важно. Что как бы буддизм считают... Индусы говорят, что буддизм индийский, а вот в Китае он. А китайцы, знаете, что отвечают? Они говорят, нет. Буддизм был индийский, когда Домо пришел сюда. Но сейчас никто не говорит, что буддизм индийский. Вы посмотрите, в Индии какой буддизм, а какой он у нас. То есть китайцы говорят так, что у них культура мощная, сильная, и все они не перенимают, а все они берут, пробуют, трансформируют в свое. Понимаете? И превозносят это как свое уже. То есть они, как это называется, перерабатывают и дают новым продуктам. В отличие от нас, мы, например, копируем, ну я имею в смысле запад, мы копируем и боимся копировать. Они как бы это перерабатывают. Вот я хотел комментарий дать по поводу однажды, добившись от него энтузиазма в обучении, поверить, что это на всю жизнь. Вот после того ролика, а есть ли кто смотрел ролик, вот последний кто-нибудь смотрел? Есть люди, которые пишут мне после этого ролика и говорят, что примерно следующее. В моей жизни все плохо, я хочу все поменять, я вижу, что мы с тобой очень похожи, помоги мне, у меня нет денег, но я готов приехать на 5 лет сразу, мне не нужно ехать на 2 недели, я готов приехать на 5 лет. Вот очень много таких историй. И вот это описывает ту ситуацию. На самом деле эти люди, они в большинстве своем, не все, понятно, не все, есть разные варианты. В основном эти люди не могут даже загуглить, там, Шаолинь, Китай, боевые искусства, они просто увидели какую-то картинку, на нее схлопнулись, и самое простое, что можно сделать, написать этому человеку и выложить все, что у них там накопилось. На самом деле нужно, я не сразу это понял, мне Шифу сказал, что ну ты будь осторожен, потому что не все те, кто говорят, они готовы делать то, что они говорят. И потом, когда я доверялся первым людям, я говорю хорошо, помогал, вкладывался там, то еще объяснял, они говорят, и там хоп, либо пропадали, либо хоп, ой, а я передумал, а у меня там, короче, бабушка приехала, за ней потом позвоню. То есть действительно, эмоциональный порыв, вот этот энтузиазм, о котором говорится, он всегда всплывает со мной первый. Это то, что, как кидает пыльцу в глаза мастера, когда им нужно понять, твой ученик или не твой. И только со временем Шифу говорит, что обычно это три года проверяется человек, то есть за три года можно увидеть все, кто он. Поэтому обычно мастера не берут себе в ученики тех, кто занимается с ними менее трех лет. Вот почему. Потому что энтузиазм. Кто тогда занимается до трех лет? С учениками? Занимается точно так же. Имеется в виду, что в китайском языке есть слово ученик, как учитель и ученик, в классе ученик, а есть ученик, а есть ученик как наставник и как десайпл, как это последователь, да? Последователь. Вот. То есть в таком смысле ученик. Вот. То есть это как принять ученичество. То есть это некий процесс, после которого некий обряд мастера-ученика, который они делают, когда поклонение, посвящение. И эта связь мастера-ученика, она превращается во что-то между родственной, как отец и дочь или сын. То есть это вот об этом ученичестве идет речь. И это происходит после того, как вот несколько лет уже занимался человек этими искусствами. Ну вот не так все жестко. То есть бывает всегда все, ну, индивидуально, да? Вот. Но в целом, да, мастера не любят брать в себе ученики кого-то поспешно. Потому что обычно проявляет энтузиазм, а им нужно увидеть настоящую линию, настоящую, ну, суть, глубину. В этом контексте уже учитель шире, чем просто, ну, скажем так, тренер. Конечно, конечно, шире, да. Причем, что он начинает меньше уделять внимания. Понимаете, да? То есть, казалось бы, наоборот, да, укрепляя, ну, как это, да, связь, отношения, он начинает меньше уделять внимания. То есть он не хочет, он не то, чтобы там проверяет или еще что-то, а просто я думаю, потому что каждый находит в этом свои ответы. Я думаю, так, я не буду отвечать за всех. То есть это реально так. Он не делает это намеренно тоже. Вот. Происходит просто как семья, да. Вы заметили, что, ну, в семье с родными мы общаемся, ну, как бы, скажем так, ну, позволяем себе больше, чем с незнакомыми, например, да, или там с далекими друзьями, знакомыми. Почему так происходит? Ну, вот, надо подумать, почему так происходит. Вот тут, наверное, такая же история, я думаю. Вот хотел показать про миф и легенду. Вот это вот очень известная картинка. Вы, наверное, все ее видели, да? Вот, когда говоря про мифы и легенды, я вот не понимаю, почему эта картинка такая популярная. Вы видели ее, вот справа которая? Не видели, да? Видели? А что вы молчите? Что ты молчишь? Скажи хоть слово. В огонь уходит поезда. Помните такое? Ну, просто люди висят не с ногами в оранжевых штанах, да, на самом деле. Ну, тут ничего большего нет. Я думаю, что 30% из вас вот сходу вы тоже так сможете сделать. Но почему-то картинка имеет пользу спросом. Это говоря о мистификации. Еще есть одна история, в которой на китайском языке она описана, как один мастер взмыл воздух на несколько метров выше головы своего соперника и приземлился на постаменте возле статуи Будды. Да, вот так вот написано. Я думаю, что, опять же, да, свое мнение говорю, я думаю, что в связи о специфике китайского языка просто они пишут, говорят, и поэтому можно перевести очень литературно, очень общно. То есть, когда мы говорим литературным языком, мы видим эту тоненькую грань, где чуть-чуть приукрашено. А у них получается, что приукрашается очень сильно. Поэтому буквально переводить не нужно. А почему происходят все эти красивые истории, там кто-то летает, там, например, хотя стоят на пальцах, такое есть, они реально стоят на двух пальцах. Вы видели такой ролик? Не видели? Где один монах, не один, а несколько, но конкретно знаю людей, вот на двух пальцах стоят на ноги, на руки и стоят только на пальцах. Вот, на двух. Называется техника «Алмазный палец». Вот. Я что хотел сказать, что мистификация происходит из-за особенностей языка, что просто при переводе мы преувеличиваем, и так оно происходит. На самом деле, ничего особенного нет. Вот. Ну, а стили, про остальные стили, про животных. Ну, действительно, животное есть, красивые стили, и тут ничего не преувеличено, все правда. Вот, можно тренироваться, можно пробовать, и в Шаолине есть такая традиция. Первый мастер, он наблюдает за повадками своего ученика, повадками, то, как он ведет себя, да, в жизни, и смотрит, и как разговаривает с другими, смотрит, как его энергия на кого больше похожа, и выбирает для него его направление, и это направление ученик учит всю жизнь и уже не меняет. То есть, есть какие-то комплексы, какие-то вещи базовые, которые все учат одинаково, а есть какие-то вещи, которые кому-то подходят, кому-то нет. Точно так, как, например, мы родились в год кого-то там, да, то есть, это нас как-то характеризует. Вот. И в кунг-фу тоже. Это уже один всей жизни? Да, да, на протяжении всей жизни. Один точно, например, если Шифу сказал, что там ты тигр, то орла-то уже не учишь. То есть, ты всю жизнь посвящаешь только тигру. Вот. Кстати, я думаю, что-то, но я не хочу сильно отходить в сторону, чтобы сильно не сбивать. Закончили здесь. Да, если потом останется время, я потом скажу. Следующая цифра, цифра 6. Ну вот, это, кстати говоря, цифра от моего имени, да, вы помните, кто-то видел ролик, мне зовут 60, потому что на произношение звучит как Леуши, Леуши, как Леша, я Леша, Леуши, похоже. Когда я приехал в Китай, мы постоянно отжимались два раза в день по 50 раз, и я все время считал от 1 до 10. Я 11-12 не очень умел, поэтому 5 раз от 1 до 10. И там получается и арсанцы у леутипа дюши, у леутипа дюши, леуши, леуши, я думаю, у леуши, похоже. А еще эти иероглифы пишутся очень-очень легко, поэтому не знаю вообще китайского, я на своей форме, везде на оружии подписывал эти иероглифы, без всяких проблем, поэтому, в общем, мое имя 60, вот такая у него история. Немножко продвижения, вот есть кому интересно что-нибудь продвижения узнать, то есть зачем можно еще вам, сидя здесь или сидя там, в большом городе, учить боевые искусства, я имею в виду китайские боевые искусства, чем они отличаются от западных, и вообще услышали какие-то комментарии, интересно по этому поводу? Очень интересно, хорошо. Как я уже сказал, шаолинское кунг-фу не подразумевает схваток, спаррингов, драки, голых кулаков и прочее. Не подразумевает само по себе. Понятно, что с приходом мастерства молодые мастера, там 3-4 года, которые позанимались, они уже по улице вот так ходят, потому что все легко, внутри, короче, я все могу, и ходят там всех, забивают этим плечом, ну, кто-то на рвах, ну, такое бывает, ну, куда без этого. Но само по себе практика, она не подразумевает, то есть мы, нас шаолинское кунг-фу в общем не подразумевает. Но я как человек западного мышления и другие люди, иностранцы, которые приезжают изучать шаолинское кунг-фу, мы в этом находим, в процессе изучения мы находим связь движений тела совсем вокруг. то есть если мы знаем, что наш мир устроен однообразно, то самое простое, что мы можем изучать, это наше тело, потому что находится очень близко, настолько близко, что иногда можем потрогать только одной рукой. Это самое ближнее, что мы можем изучать, поэтому движения шаолинского кунг-фу, они дают мироощущения, закладывают некие образы, образы, через которые есть возможность понять, что есть внутри. Вот вы как кто-то там из вас, вы занимаетесь дизайном, например, а есть человек, который занимается веб-разработкой, например, бэкэндер, например, не снаружи, а внутри. И вот вы уже знаете простой пример в нашем мире. Есть то, что снаружи, есть то, что внутри. Это две разные работы, и они вообще ничем не похожи, ну там, может быть, тонкие моменты есть, связывающие. Это два разных мира. И также в теле есть два разных мира. Первый, это который видите вы сейчас, и я вижу вас, это наше тело, как оно стоит, как ноги, колени, как я двигаюсь, качаюсь, движение, как идет рука, какие описывают фигуры, еще что-то, например, или я там стою ровно, что вы видите. Но вы не знаете, что я сказал своему телу. Точно так же, как я смотрю на вас, и не знаю, что вы сказали своему телу. Почему вы приняли такую форму? Вот шалинское кунг-фу, оно, как я уже говорил, слово тау-лу, да, тау-лу, это внешняя форма, череда движений, последовательность движений. Изучая ее, внешне, повторяя за мастером, вообще без знания китайского языка, мастер просто делает, я повторяю, изучая одно и то же движение много-много-много раз, проходя эту тропинку по кругу много-много раз, вытаптывая тропинку из узенька, делая широкой-широкой, да, мы, я, или тот, кто практикуется, изучает свое тело. И, соответственно, как мы уже поняли, изучает весь мир вокруг, поскольку все однообразно. Вот, эта специфика шалинского кунг-фу, она привлекательна, поэтому многие иностранцы приезжают и изучают. Вот, но вопрос возникает следующий, можно ли это все изучать дома? Да, вам же интересно изучать то же самое, но как бы не так далеко, да, ну, еще, наверное, что побыстрее, я уверен. Вот, так вот в этом вся особенность шалинского кунг-фу. Кунг-фу означает потраченное время на одну работу, на монотонно повторяющуюся много, сотен, тысяч, десятки тысяч раз. Когда работа одна и та же дорожка, пройдена много раз, когда вы уже не думаете, как что-либо сделать. Это можно назвать кунг-фу. Например, каждый из вас, я уверен, на тысячу процентов, тот способ, как вы садитесь за стол, за свое кресло, что вы хватаете первую мышку, включаете экран, там что-то еще, там у вас под столом что-то стоит. У каждого есть свой, своя дорожка, как вы это делаете. И она у вас просто есть внутри, вам не нужно об этом думать, ваше тело просто всегда знает. То есть, если я вас прошу, покажи мне свою кунг-фу, как садиться за стол, вы просто берете, садитесь, и вы не думаете, ваше тело все само знает. В боевых искусствах, в шалинских, то же самое. Когда мы изучаем движение, одно, другое, мы можем, вот делается простое движение, например, я просто делаю подшаг, и две мои руки делают полукруг, вращая, а на самом деле, я делаю захват, удар, например, эту руку подтягиваю, это заламываю, и присаживаю сюда ниже, вот здесь, например, примерно голова, вот что происходит. И это изучение сам собой, когда я дома один, я просто беру и хожу, например, и так я практикуюсь. Но чтобы выйти на такую дорожку, когда можешь практиковаться сам, нужно иметь какую-то базу, как побыть с мастером, увидеть особенности, увидеть эти ключи, увидеть эти опоры, по которым нужно знать и идти, чтобы выстроилась правильная дорожка. Как, например, тропинка, по которой вы идете первый раз. Например, чтобы не ходить далеко, сегодня я пришел к вам первый раз, я не знаю, с какой стороны дома, например, подъезд, где шлагбаум. Например, я не очень уверен в том, как работает выдача этой карточки, как там вводить, какой там дисплей, где, например, ваша дверь. То есть с первого раза я потратил на это, допустим, дополнительных 10 минут. Но вы это время уже не тратите, потому что вы знаете, как дорожка это устроена. И более того, вам не нужно на этом пути думать ни разу. Ваше тело само все делает. Ключи туда-сюда, прийти, говоришь, ешь, идешь куда надо. Это тоже кунг-фу. И вот чтобы выйти на эту дорожку правильного шаолинского кунг-фу, ну не только шаолинского, в принципе любого кунг-фу, нужен мастер, человек рядом, который подскажет, поправит. Я еще часто, не то чтобы очень часто, но мне нравится такое сравнение, что вот тропинка, допустим, есть дом, представьте, дом загородный. Не знаю, в Москве есть такое понятие, как дача? Есть ли время на нее ездить? Ладно, сорян, что напомнил. Я представляю себе дом, дача, вот наш. У нас вокруг дома есть тропинка. Я каждый раз думаю о том, когда одно Таулу, это как одна тропинка, пройтись один раз вокруг дома. Чем больше я пройду, тем больше вокруг дома я смогу узнать, какие тут цветочки, какие там, какие цветочки там подвяли, какие не подвяли, какие нужно подрезать, какие не нужно подрезать. И с каждым кругом мои знания этого дома, ну его вернее окрестности, да, они будут увеличиваться. И в какой-то момент я смогу пройти вокруг дома закрытыми глазами и смогу пересказать там перетыкать пальцами назвать все цветочки да вот это называется кунг-фу когда мы ходим по одному месту вокруг изучаем все вокруг и потом мы все знаем вот что краска про есть какие то вопросы вот про вот эту часть трудный вопрос не знаю как на него ответить тут можно говорить о разных школах и прочее ну я скажу проще хорошо есть так называемые шибаше есть 18 движений шаолинского кунг-фу вот они называются ты шибаше шиба 18 ши это как как типа как basics основы да вот основы но я не могу сказать что выучая их да ты будешь знать все но это та вещь без которой нельзя двигаться дальше 18 движений они выглядят как там бросок захватка только что показывал там там с ногой с ног с рукой в приседе там еще что то вот и есть еще пять основных стоек вот это более фундаментально то есть это не движение стойки эти пять стоек они но простые там вот например мобу там просто ровно стойка мобу называет стойка всадника потом гумбу такая стойка вот мобу гумбу увидели там помните ролик мы там делали мобу гумбу мобу гумбу и вот так вот 15 и каждый день вот еще и сибу сибу и пубу вот пять стоек это прям буквально вот фундамент слово похоже потому что то есть то как ты стоишь в этой стойке как ты себя чувствуешь как в ней идет переход откуда нет куда да потому что эта стойка мы смотрим даем не название эта форма а на самом деле в ней важно не суть никак это стойка описано следуешь ли ты этому описанию а как ты это чувствуешь правильно можешь лететь этим воспользоваться потому что на самом деле смысл этой стойки мобу гумбу чтобы чтобы бросить плечо вперед чтобы бросить причо и ударить рукой да потому что на самом деле не в этом смысл и не в этом смысл вот и не то и не только в этом смысл а смысл дальше потому как идти как идет рука вот и вот этот момент вот почувствовать тогда уже не нужно вообще могу гумбу вы такое большое широкое тогда уже я когда просто стою я уже знаю как мое тело двигается вот и поэтому и поэтому форма и суть это две вещи базовые которые вокруг шарлинского кумфу они вот так вот плавают и исследуя вот вот это все вот такую как как субстанцию да я не знаю как назвать в любом деле даже в вашем деле которое вы делаете каждый день если него смотреть с двух сторон как есть форма то что мы видим и суть то что происходит вот это вы называется изучаете кунг-фу вот к чему я вас всех и призываю мне кажется что у меня есть последний вопрос который мне все они знаете что я же вам заявил что я вам расскажу про про культуру китая чуть-чуть чуть чуть-чуть там не есть два ролика я сейчас не знаю запустится они или нет потому что они прямо в презентации не очень до запускается 1 пропустился они его пошел только что вы посмотрели как сотрудники ювелирного магазина разминать и перед рабочим днем и это во главе это их директор управляющий то есть еще 2 видео подожди без то есть после второго скажу то есть это открытие пельменной а вот я не знаю как это выключить культура китая насчитывает ну то о чем я слышал там до полторы тысячи и больше лет для меня это очень важный топик потому что я об этом задумываюсь думаю в призме о нашей стране всегда то есть потому что я же все-таки русский здесь родился и задумываюсь если у них такая длинная история где наша история почему мы все время смотрим на запад и на восток так вот история культура китая она очень идет издалека то что делаю сейчас китайцы это не то что они где-то увидели или услышали а то что делали их предки то что делали их предки или например что-либо делали мои предки я это делаю нативно я не делаю это бездумно и и я делаю это просто потому что не знаю как делать по-другому китайцев полтора миллиарда и поэтому каждый раз когда они что-нибудь делают что я не понимаю я говорю себе то что они делают это более правильно то что делаю я потому что их знания не более эмпирические они более фундаментальны поэтому изучать китай как вообще как явление как на как явление хорошее слово как изучать как что-то что-то непонятное очень интересно и я очень рекомендую побывать не только в китае я думаю что в любой азиатской стороне я просто нигде больше не было из азиатских стран побывать какой-то стороне и пожить там среди просто людей потому что живя в чем-то что вы никогда не проживали в своей жизни то есть увидеть другую сторону чего-либо это всегда очень большой толчок рывок или иногда пинок с того места где 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 тепло и уютно вот и для меня китай он как раз был тем самым показателем или не знатой машиной что ли которая просто увезла меня куда-то я увидел что такое непонятное что сейчас заставляет меня быть в том месте когда я и уже не очень понимаю русских и как бы и уже я и и еще не китаец да то есть я нахожусь между вот этих двух миров и и я хожусь не то чтобы и там и там я свой да а я на самом деле и там и там я какой-то не свой вот и к чему я говорю нас они никакому резюме не прихожу как вы видите вот просто хотел наверное сказать что культура китая очень неподъемная там ее всю понять за нашу жизнь не удастся даже китайцу ее не удастся понять вот но причина почему они делают то или другое там каким-то образом ходят в туалет там да на корточки не могут ходить на унитаз вы знаете что даже международных аэропортах у них очко на полу у них нет унитазов просто потому что им неудобно унитаз просто неудобно на таобао того это это мама алиэкспресс на таобао продается специальная креслица которая стоит возле унитаза что на него поставить ноги то есть чтобы ты сидел на унитазе как будто сидишь как на гордочках то есть они во ну у них много всего другого но это как раз очень хороший показатель хороший пример того наблюдения мы можем наблюдать и смотреть почему они так делают задавать себе кучу вопросов и находить на них ответы и таким образом анализировать изучать мир во всем мире вокруг двух сторон полноценно вот на самом деле это был последний слайд тут можно было что-нибудь написать но я вот как тёма закончил черным экраном вот спасибо вот если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте